В этом видео мы рассмотрим специальные карты, которые появляются в ужасе Данвича. Всего таких типов карт три. У нас есть карты условий, их всего четыре штуки и они разные. Рассмотрим их после того, как мы рассмотрим вот эти два типа карт. Их всего по восемь штук. Это проездной, а это у нас карта членства в банде Шелдона. Как вы помните, в основной игре мы часто встречались с этой бандой, когда мы находились не на окраине, а в пригороде. Давайте посмотрим, что же такое карта проездной. Я забыл упомянуть, как мы можем добраться до Данвича в своем предыдущем ролике про карту Данвича. До Данвича мы можем добраться благодаря железнодорожной станции. Мы доходим до железнодорожной станции, тратим один пункт движения и тратим один доллар для того, чтобы добраться до Данвича. В Данвича я уже не помню, в какой локации мы оказываемся, но это мы узнаем, когда уже начнем прохождение. Эта карта проездной позволяет нам сэкономить один доллар на каждом проезде в Данвич и обратно. Ну, так себе карта, конечно. Вот другая карта мне нравится гораздо больше. Членство в банде Шелдона. В каждой фазе передышки, если мы находимся на улице, заметьте, эта карта действует только, когда мы находимся на улице. Она не действует, когда мы находимся в локации. Мы бросаем кости. И в зависимости от результата мы получаем или не получаем ничего. Если нам выпадает единица, мы теряем членство в банде Шелдона. Выпадает двойка, тройка, мы не получаем, не теряем ничего. Выпадает четверка, получаем 2 доллара. Пятерка обычную вещь, шестерка уникальную вещь. Хорошая карта, в своем роде немножко похожа на карту задатка из основной игры, карту гонорара. И еще похожа на карту проклятия-благословления. И теперь мы переходим к картам условий. Всего у нас 4 карты условий. Они могут быть активированы, каждая из них, только благодаря какому-нибудь происшествию в одной определенной локации. Например, по рубашке этой карты мы догадываемся, что это условие может быть активировано только происшествием в закусочной, в столовой Вельмы. И что же нам дает эта карта? Слабая, конечно, карта, мне она особо не нравится, но раз уж есть, так есть. Она позволяет нам не терять деньги, не терять деньги вследствие прохождения проверок в столовой Вельмы. Ну, как вы помните, нам, например, если мы заходили в столовую Вельмы, мы могли заплатить, например, 1 доллар для того, чтобы восстановить 2 единицы здоровья. Если это условие было активировано, благодаря какому-нибудь контакту в столовой Вельмы, мы уже не обязаны платить 2, мы уже не обязаны платить доллар, мы будем автоматически восстанавливать 2 единицы здоровья. Теперь давайте посмотрим вот на эту карту условия. Закодированные сообщения Это моя любимая карта условий, потому что она позволяет сыщикам обмениваться уликами, так как если бы они были обмениваться уликами во время фазы передвижения. Ну, или когда они находятся... Нет, только во время фазы передвижения. Во время фазы передвижения, если они оказываются в одной и той же локации, даже не обязательно, чтобы сыщики завершали там движение, просто даже если они проходят мимо друг друга, они могут обмениваться уликами, как вещами. И она у нас активируется благодаря происшествию в газете. Так, и вот. Карта условия для библиотеки, которая теперь даёт способность библиотеке. Теперь, заходя в библиотеку, после того, как будет активировано это условие, мы сможем восстанавливать, мы сможем обменивать одну единицу своего рассудка на одну улику. То есть, например, если туда заходит наш дорогой профессор Харви, он может поменять пять единиц. Нет, может поменять шесть единиц рассудка на шесть улик. А потом, если ему повезёт и он доберётся до лечебницы, за два доллара восстановить. То есть, тоже очень хорошая карта. Тоже одна из моих любимых. Ну и последняя у нас, связанная с локацией в Данвиче. Локация у нас называется Карнавал Дарки. Как вы помните, в одном из моих предыдущих видео я рассказывал, что если мы оказываемся в локации Карнавал Дарки, мы можем заплатить один доллар. И если нам повезёт, мы превратим этот доллар в три. Или просто потеряем. Что же нам даёт это условие благословления Дарки? Я прочитаю, потом переверну обратно. Один, только один сыщик в течение хода может в течение любой фазы, не обязательно, и фаза передышки, и фаза движения, контакта в архме, контакта в иных мирах, также в течение фазы мифа, он может опустошить эту карту, то есть повернуть её на 90 градусов, чтобы мы знали, что кто-то воспользовался, для того, чтобы перебросить любую проверку навыков. И эта карта у нас автоматически восстанавливается от опустошения, поворачивается обратно в фазе передышки следующего хода. И на этом всё, что у нас связано с специальными картами из дополнения Ужас Данвич. На этом всё.